На выборщих участках кажут, что до ушанования тех, для кого эти выборы первые, пошали рыхтоваться еще месяц тому. Подчас удокладнения список выборщиков, эту категорию выделили особенно. Потом каждому из них потелефоновали и еще раз запросили прийти на выборщие участки. Для этого человека это очень важно, впервые исполнить свой гражданский долг. Тем более, что ребята будут принимать участие в выборах и в Гомельский областной совет депутатов, и в Гомельский городской совет депутатов. Мы всегда приглашаем их к нам на участок. Наши шефы готовят им сувениры, а наши ребята, члены миротворческого отряда в торжественной обстановке, эти сувениры им вручают. Ушанования тех, кто пришел на выборы у першиню, проходили на усих без выключения участках. На 20-м, яке размещаны у 27-й средней школе Гомеля, гэты процедуры надалей особливую урошистость. Уже некольких годов установа маян статус «Школы Миру», а тому урушить подарунки. Тут запросили навученцев, яке займаются миротворшей дейностью. Навученка Мазырского державного медицинского колледжа Юлия Суднека, урадженка Гомеля и после закончения установы маян намер вернуться в областный центр. Кажа, от депутата у местовых советов у значной ступени будет залежить, у яких умовах ей жить и працавать. По специальности я буду медицинская сестра. У меня не безразлично, на каком оборудовании я буду работать и где будут лежать мои пациенты. Мои сверстники, кому 18 лет, все ходят на выборы и считают, что это нужно. Ушанование выборщиков у Гомеля проходит на протягу у сего дня. З урушением подарунков и наказа от старшины Аблоканкама. Табе необходимо вызначить тех, кто сумленно и бескорысленно будет представлять тебе и твоих близких, твой район, органах местового самокирования. Упылненный удумливый подход, отказность и головная любовь до земли, на которой мы живем, да помогут сделать правильный выбор, головица у звороте. До этих слов могут долучиться, напевно, все люди старшего поколения. Почас их молодости на выборы я не так самое шли, как на свято. В клубах танцы были все. Молодежь очень шла тогда именно, чтобы проголосовать. Я вспоминаю, это был как раз выбор в Верховный Совет Союза. И просто нет слов, чтобы рассказать, с каким удовлетворением и интенсивным молодежь и люди шли для голосования.